По словам Акима района Айбека Купенова, в этой части города ведутся активные работы по улучшению условий жизни для актюбинцев. Так, в рамках программы «Бюджет народного участия» в 2023 году в микрорайоне Баттес-2 будет реализовано 6 проектов по установке детских и спортивных площадках во дворах жилых домов. В микрорайоне Баттес-2 в рамках программы «Бюджет народного участия» было принято 6 проектов на текущий год. Так, во дворах нескольких домов будут установлены детские и спортивные площадки, футбольные поля, уложен новый асфальт. Кроме того, в рамках этой же программы в список работ на будущий 2024 год по итогам решения комиссии и голосования было принято еще два проекта. Среди них установка специальной спортивной площадки для актюбинцев с ограниченными возможностями. Много жалоб от жителей услышали власти города по поводу плохого состояния автомобильных дорог и наличия бродячих собак. Для того, чтобы озвучить давно мучившие их проблемы, актюбинцы приехали даже из других районов города. Сделали двустороннюю дорогу. Там перед первым корпусом все размочили, заасфальтировали, поставили асфальт. Все, что вокруг было, наше, то, что сделал застройщик асфальт, он в описании весь сломан, поврежден. Они вот сейчас асфальт сделали, просто щебелку, песок. Все это оставили, накидали и ушли. Скажите, пожалуйста, кто будет за ними убирать? Сошел их плен, и свой водопад воды идет в отбор. С этого Киковского дома длинные, там есть 13, желтые балконы. В прошлом году поток воды пошел. Когда я подошла к представителю того дома, почему вы направляете в нашу сторону воду? Она мне сказала, вот сейчас комиссия пришла, у нас подвалы в воде, они сами к вам направили. Пожалуйста, на этом участке сделайте вернёжку. Я жительница микрорайона Батас-2, и меня больше всего интересует вопрос ремонта автомобильных дорог. С этой проблемой я уже обращалась и в городской ЖКХ, но безрезультатно. Дороги – это проблема не только нашего района, но и целого города, поэтому прошу обратить внимание. Также меня беспокоит то, что у нас бегает очень много бездомных собак, иногда даже стаями. Завтра начнется школа. Дети будут ходить одни утром, когда темно, и возвращаться, когда тоже уже стемнело. Многие дети ходят поодиночке, поэтому проблема встает все более серьезно. Все эти вопросы, касающиеся как микрорайона Батас, так и других частей города, местные власти пообещали взять на контроль. Кроме того, одной из самых животрепещущих проблем местных жителей является нехватка школ. Айбек Купенов ответил, что в скором времени здесь появится несколько крупнокомплектных школ. Одной из самых волнующих проблем является проблема нехватки школ в этой части города. Мы с ней прекрасно знакомы. В микрорайоне Батас-2 в рамках проекта «Доступная школа» появятся две новые школы на 2900 мест. Их сдача планируется в 2024 году. Вместе с этим в сентябре текущего года планируется открыть новую частную школу на 2500 мест. Также в 2024 году начнется строительство школы на 2000 мест в микрорайоне Батас-3. Завершение строительства запланировано на 2025 год. Жанна Исалдинова, Влад Рогушев, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова